Другие братья, сегодня мы будем говорить о дружбе, о отношении между братьями и сестрами, значит, иметь в виду между братьями и между собой, а с сестрами тоже между собой. Значит, то есть с народом, как человеку нужно общаться, как человеку на работе, на улице, везде, с друзьями, дома и так далее, нужно вести. И потом отдельный у нас раздел будет о заключении братства между людьми. Например, не простое такое, не общее братство, а именно такое на всю жизнь, который человек для себя другом, братом, который черные и белые дни, и, значит, как говорится ему, значит, он будет другом и братом, о нем будем говорить. Эта тема очень важная, поэтому надеюсь, что вы очень внимательно будете слушать и заранее выключите свои телефоны тоже. С людьми человеку нужно с насихатом. Насихат, когда человек хочет желать для своего брата то, что желает для себя, и не желает то, что не желает для себя. Это лучше, чем уединение для суннат ибадатова, например, чем уйти в фешеру, там, в злате, находиться, чем это, лучше, говорят, находиться среди людей и, конечно, вот так быть. Но люди некоторые все-таки избрали уединение, что лучше говорит, потому что в уединении мыслей тоже человек собирает. Значит, фикру тоже такое бывает. Значит, вот такую дорогу, короче говоря, избрали. Ибрахим бен Адхам, Фуллайлю бен Айял, Дауду, Таи, Суламан Аль-Хаввас, Рахимхаму Аллах. Вот такие аулияи, они считали, что это лучше говорит. Потому что Маазу бен Аджабал говорит, я слышал, как пророк, салаллаху алейху асалам, значит, вот, как говорит, пять человек говорит, я вот говорю, что эти люди получат в рай. Пророк, салаллаху алейху асалам, как бы на себя берет, что вот дает слово, что они получат рай. Из них почитал человек, который сидит у себя дома, чтобы он никому не вредил и чтобы ему не вредили. Вот такой хадис тоже они берут как доказательство, и поэтому считают, что все такое уединение лучше тоже. А там, как говорится, человеку, когда уединение, в этом уединении человеку не приходится особо, например, на себя брать тяжести, да, он сам собой увлекается упоминанием Аллаха и так далее. Ему не нужно, например, гнев глотать, ему не нужно, например, за маишатом бегать, и ему хватает надеяться на Аллаху Таала и так далее. Он не обязан, например, указывать человеку хорошее, и когда он увидит человека, который плохое делает, это тоже ему не придется сказать. Он же ничего не видит, правильно же? И вместе с этим в некоторых моментах, где, например, человек видит, что плохо делается, но силы нет, это исправляет, ему приходится затыкаться, например, молчать. Вот эти все вещи терпят, говорят, уединение человеку не приходится тоже. А некоторые говорят, ну, когда человек с людьми бывает, сам по себе, вот мы тоже знаем это, что с ним, с людьми вообще находиться тяжело, потому что у каждого человека свой характер бывает, с каждым человеком отрегулировать, там, например, по его уровню, например, себя вести, не у каждого получается. И там, короче говоря, если он не будет говорить плохое, они скажут, тогда, например, он обязан становится ему сказать, ты это не говори и так далее. Вот в таком положении, значит, так тоже говорится тоже. Но, тем не менее, Аби Якуб Суси, он говорит, вот если уединяться, то для уединения должны быть очень большие и сильные люди тоже. Потому что, когда человек уединяется без рима, без знания, он с ума может сойти, правильно же? Ему покажется, что это хорошо, он это, плохое, например, ему покажется хорошим, он это будет делать и некому будет его исправлять. Значит, сухба, то, что с людьми находиться хорошо, Саиду внуль-Мусайяб, Абдуллах внуль-Мубарак, большие салафиюны, они, говорит, избрали эту дорогу тоже. Потому что, говорит, когда с людьми, говорит, человек бывает, она как бы внутренние вот эти двери, вот ботина, говорит, открывают для людей, говорит, и инстант, говорит, из того, что происходит вокруг нас, вот от этого ильму берут. Значит, и человек говорит, вот видите ли, этому человеку, он видит, какие балахи приходят, он может, например, исправить ошибки, которые у чужих происходят. Видит, что человек ошибается, что с ним происходит. Видит, когда человек хорошее дело, что происходит, да? И этим, говорит, он для себя вааза тоже может принимать, и вот тогда, говорит, у него иман тоже может усиливаться. И вместе с этим, когда человек бывает с людьми, он, например, братья друг к другу, они могут подтянуть, сегодня я проснулся, я разбудил всех, завтра ты проснулся, он разбудил всех. Вот в таком положении в этом тоже, говорит, такие пользы тоже, говорит, есть. Итак, мы от этого понимаем, значит, что есть алими, которые говорят, что уединение нехорошо, есть алими, которые говорят, что с людьми быть хорошо. Но те алими, которые вот с людьми быть нехорошо говорят, они должны быть такими людьми, у которых есть очень крепкие знания и крепкий иман, который, например, отдельно, который человек сам может себя, как говорится, по какой-то дороге вести. Но когда человек находится с людьми, это очень тяжело, потому что у каждого места есть своя обязанность. Например, если мы с вами дома, мы дома, да, мы можем ложиться, мы можем встать, мы можем пойти в туалет, мы можем пойти в кухню, искупаться и так далее. А если мы в гостях, там уже какой-то адапт должен быть, правильно же? Нельзя же, говорят, чувствовать себя как дома, но не забывать, что в гостях. Правильно же? И вот поэтому автоматически она дает нам понимать, что у этого, когда с людьми человек бывает, у него есть свои обязанности. И у этой дружбы Балахи тоже говорит много тоже. Итак, какие же обязанности этой дружбы? В первую очередь, с людьми, говорят, всегда должен быть захиром. Захир, внешность людям показать. Ас-саламу алейкум, как здоровье, как дела? Ой, улыбка на лице, там и так далее. Все вот, заир, все должен, вот как положено. Но, Бат-Инсу говорит, человек тоже должен сохранить. Сердце, религию отдельно. Как око человек должен беречь. Абу Алид-Дакак, рахима Аллах, он говорил, одевай с людьми то, что люди одевают, и кушай то, что люди кушают, но свою сыру, свою тайну, свою глубину сердца держи, говорит, себе. И Арифуни, вот Арикацкие Ахлы этому человеку говорят, Ка-Ин-Ба-Ин, Ка-Ин, который телом с людьми бывает, Ба-Ин, сердцем, которое от них от уроны, только с Аллахом. Потому что, дорогие братья и сестры, сердце это такое место, где, куда Аллах смотрит. И вот, чтобы Аллах в этой сердце находился, например, да, нельзя, чтобы там что-то другое было. Аллах Та'ала говорит, я, например, который, кто-то, если в чем-то смешан, я эту вещь не принимаю. Для меня должен быть отдельный, только ради меня, который есть. И поэтому человек должен желать для себя, для людей, то, что желает для себя тоже. Насихат делает, и Захир, и Ба-Ин, с обеих сторон, насихат тоже делает. Потому что насихат, это наставление, это столб религии, говорит. И пускай, говорит, когда человек видит неправильные какие-то ошибки, например, вот этому человеку, какого-то, красиво, мягко, старается от этих, увидит, например, человек, что таракан там по шапке лажет, раз, он бросит, выкинет. Как приятно станет этому человеку, правильно же? Вдруг там человек не заметил свою грязь, скажет, вот так у тебя, вот такое дело, и так далее. Значит, а если у человека, например, на харам, на маасиат тянется, тогда ты говоришь, смотри, друг, это очень плохо. Вот именно на этом месте. То есть, когда человек с людьми бывает, вокруг него какая-то дух имана, дух милости, дух ислама. Вот это, верно, говорит, вместе с этим человеком. Должен, говорит, хадид, говорит. И пускай, говорит, значит, вот рахмат, шафа'кат, то есть, милость к людям бывает, и никакого человека, говорит, значит, плохое, говорит, человеку, никакому человеку, пускай человеку не говорит. Потому что у Аллаха есть такой ангел, который Аллаху Та'ала сделал, вакиль, то есть, ему поручил, если кто-то о каком-то плохое говорит, что этот ангел уже ему самому возвращал то, что он говорит. Вот так он ангел говорит. Абу-Ухрид, ради Аллаху Та'ала, рассказывает, что Абу-Бакар, говорит, сидел с пророком, саллаллаху алейкум салам. В это время, когда Абу-Бакар с пророком сидел, пришел один человек и начал потихоньку задевать Абу-Бакар, ради Аллаху Та'ала, доставать его. Так, отсюда, оттуда, отсюда. Ты такой, ты сякой. И так далее. И там, ну, прямо, конечно, ковырялся в душе, можно сказать. И вот так Абу-Бакар тоже ничего ему тоже не говорил. Да, что делать? Вот там успокаивался. А тот еще лезет, еще лезет, еще лезет. Короче говоря, а пророк в это время улыбался тоже, смотрел на них и пророк сам улыбался. В это время уже, когда чересчур он башанул, как говорится, Абу-Бакар не выдержал. И стал, говорит, и сказал, почему ты так делаешь, говорит. И уже, вот, ну, как говорится, ответ дал. В это время пророк сам встал, вот, как бы лицо поменялось, у пророка встал и отошел. Тогда Абу-Бакар сам поберег за пророком и сказал, я, Расул Аллах, этот человек меня ругал, ты улыбался. Но когда я ответил, говорит, ты встал и ушел, говорит. Тогда, говорит, пророк сам сказал, когда, говорит, ты молчал, а этот человек ругал, за тебя ангел ему отвечал. А вот тогда, говорит, ты начал говорить, ангел ушел, вместо ангела шает, он пришел. Ну, давай, 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 еще что-нибудь скажи, в режиму, в режиму. Да? Вот так. И поэтому, говорит, я не сяду на то место, где сатана находится. Видите как? И поэтому, говорит, человек, пускай в лицо человеку не говорит, то, что человек не любит. Человеку нужно, вот, у меня тоже очень редко такое получается, но человеку нужно слова, говорит, выбирать. Очень такие, не задевающие. Ты что, дурной, что ли, скажешь, человек может обидеться, да? Но это неправильно же. Ну, это неразумно. Как-то. Мне это много замечаний делает Михаил Анатольевич Смидсище. Значит, Пророк Саласам говорит так же, пример, говорит, двух му'минов в том, что, например, они любят друг друга. И в их милости, говорит, пример тела, говорит, когда, говорит, какой-то орган в теле болит, вот, например, да, весь тело, говорит, ночует, например, успокаивает эту боль, да, бодрствует, за нее болеет, например, да, вот так старается, говорит. Вот в таком положении, говорит, му'мин тоже, говорит, му'мин тоже должен быть, когда одному му'мину какой-то, му'мин, говорит, какой-то горе попадает, вот за это беспокоиться всеми умениями, говорит, должны. Пускай, говорит, человек, говорит, любовь распространяется среди людей, говорит, добром, через хорошее, говорит, пусть эта любовь достается и хорошему, и плохому тоже пускай это достается. Даже тому, кто не аглу, не достоин получить эту любовь, пускай он тоже, говорит, это получает, говорит. И человек также должен терпеть, говорит, баллах от людей. И уже заранее же, говорит, сказать, что если вдруг кто-то решит меня злому сделать, я заранее же халал делаю. То, что он не сделал, тоже я ему халал делаю. Вот в таком положении, говорит, пускай человек находится. И пускай, говорит, не мечтает даже, что быть спасенным от вреда людей. Это быть не может. Понимаете? Он же решил не в пещеру зайти, он решил среди людей находиться. Так пусть приготовили заранее, получат от них шишки. Ведь пророка с Аллахом не оставили, да? Пророка с Аллахом не оставили. И вот так он положение, говорит, это невозможно, говорит. Потому что Аллах, говорит, не закроет язык от них людей, говорит. Муса, говорит, сказал, о, Аллах, сделай так, чтобы люди про меня не говорили то, что у меня нет. Тогда, говорит, Аллах сказал, я это даже для себя не сделал. Для тебя, что ли, сделаю. Сколько матереца, говорит, чтобы Бога нету. А там индусы говорят, что корова это. Другие буддисты говорят, вообще какой-то там пузатый мужик такой сидит там где-то. Значит, это у каждого. Что только они говорят. Я это для себя не сделал. Тебе что ли это сделаю? И поэтому человек заранее же пускай подготавливается тому, что про него будут говорить то, что у него нету, злые языки над ним работают и так далее. Но он, это пускай его не беспокоит. Пусть человек будет человеком, который исполняет поручения людей. То есть, например, у кого-то что-то не получается, да? Кому же это поручить? Пускай люди именно его вспоминают. Вот он исполнит. Пускай, говорит, человек вот таким будет. Маунак людей же с везде нужную минуту, в которой люди находятся. И пускай, говорит, он Аллаху шукру сделает, что Аллаху Таалла его сделал таким человеком, который исполняет поручения своих рабов. Понимаете? Это же милость Аллаха, который Аллаху Таалла его сделал, говорит. И в хадисе говорится, тот человек, который пошел исполнить нужду своего брата, мусульманина, где если его довольствие, говорит, который Аллах доволен, вот это, этот человек, как будто Аллаху служил тысячи лет, где на один, вот, моргнут глазом, какой расстояние, на один миг, не совершил грех. Как будто вот такое тысячелетное богослужение совершил. Одну нужду своего брата, который исполнит, уходит человек. Пророк Саласам так же говорит, тот человек, который исполнит нужду своего брата, то, что ему нужно, как будто Аллаху Таалла всю жизнь покорялся, говорит, вот такое вознаграждение, Аллаху Таалла ему запишет. И тот человек, говорит, Пророк Саласам, говорит, который, говорит, один час из ночи или дня, говорит, человек пойдет, пусть он исполнит или не исполнит, разницы нет. Понимаете? Он, главное, ходил, старался что-то делать. ему это говорит, чем месяц иртикав мечты сидят лучше, говорит. Понимаете же? Поймите? Это иртикав, это зикр в четках, это старых бабуль адат, которые ничего не могут. Когда здоровый человек, как огонь, ему нужно то, что людям помочь. Вот такую работу надо ему делать. И пускай, говорит, если человек попал под горы, пускай с него облегчает. Это вот, это все мы видим именно вот этими признаками чувствуем мы, что Ахирзаман приходит. Именно этими признаками мы чувствуем. Потому что вроде бы сосед умер, но соболезнование делать на седьмой день уходим. Стараемся попасть к нему. Вот так вот. У меня так бывает лично. Видите как? И вот так. И когда человек видит, что горе человеку, груст на какой-то балах, например, ему нужно кому-то душу отлить, значит вот этому человеку тоже, говорит, пускай приходит и снимает с него нагрузку. Потому что Аллаху Та'алла будет находиться в помощи своего раба, пока раб находится в помощи своего брата. Хадис так же сказан, говорит, из тех вещей, которые вот обязательно, вот греши нам прощают, заставляют прощаться, это вселит в сердце мусульманную радость. Понимаете? В сердце мусульманная радость, вот это говорит, заставляет, вот, 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 ну, что это лучше? Сердце, сердце инстана, вот Аллаху Та'алла, мы же этого не знаем. Вот давайте вот так посмотрим, что мы с вами понимали иногда, когда про друг друга, когда плохое говорим, как это тяжело бывает. Вот здесь женщины, они-то, конечно, своих детей хорошо знают, да, у нас тоже, у некоторых, наверное, есть дети свои. Вот мать, как она любит своего ребенка? Правильно же? Как она любит? Вот, когда даже бывает так, вот, вот, это даже вот, как совет я вам сделаю, да, матери, они, родители, вообще сильно любят своих детей, и нет, говорит, в мире такого человека, который хочет, чтобы кто-то лучше, лучше, чем он был, лучше, чем он стал, кроме родителей. Родители всегда хотят, чтобы лучше их сыновья, лучше их всегда были, и этому не бывает конца. Если сын чемпионом станет, он олимпийским хочет, отец, быть. Если он олимпийский станет, он скажет, двукратный олимпийский захочет. Если двукратный, пятикратный, если пятикратный, сорокократный, он не остановится, он не скажет, вот, сейчас ты сын хороший уже, Машаллах, давай отдыхай Так не скажет отец никогда Потому что ему этого конца не бывает Понимаете? И вот когда между нами, между братьями и сестрами Такой неполадки появляется Например, да? Бывает же такая ситуация У женщин тоже, наверное, это бывает Когда мы уже сожалели о том, что поругались Но уже подойти не сможем друг к другу Например, да? Не можем подойти, извини Зайти не можем, она может нам дверь хлопнуть Вот тогда сделайте какие-то подарки Ихним детям, маленьким, да? Обрадите, погладьте Вот когда они видят, что их детям хорошо делают Вот через этих детей Уже эти люди нас начинают любить И вот поэтому, говорит Вот чем вселит в сердце человека, говорит Вот эта вещь, говорит, уже Вот Аллаху Таалу же Создал и мать, и любого матери Ребенку, правильно же? Аллаху Таалу это создал Если Аллаху Таалу это создал Аллаху Таалу как, наверное, любит свое создание? Правильно же? Мы же видим, да? Вот вы Вот посмотрите море, океан Даже камень разбиваете Внутри камня даже червец Аллаху Таалу внутри камня этих червей кормит Правильно же? Как Аллах любит свой махлукат Свое создание И вот когда Аллах видит, что один его махлукат вселяет в сердце другого махлуката радость Как Аллах обрадуется? Правильно же? Вот поэтому, говорит, Аллаху Таалу прощает этого человека За то, что он вселил в сердце этого человека радость Вы знаете Абу-Лахаба? Абу-Лахаба вы знаете, да? Это дядя пророка Который всю жизнь враждовал Всю жизнь был против пророка И среди курешитов Хуже него, который против пророка Такого тоже не было Даже когда вот эти курешити Блокаду пророк Саасам устроили Из жизни пророка, наверное, услышали, да? Экономическую блокаду На три года их закрыли Там в этом ущелье Там не им продавать У них покупать Не им воду, еду Вообще не пускали Что вот так вымерли Вот тогда первым, который не пускал Который тайно еду таскали Асхаба, который не пускал Был Абу-Лахаба тоже Но он, когда он услышал, что у пророка Саасам Родился У Абдуллаха родился сын Мухаммад Он говорит От радости раба освободил Что у его брата родился сын У его племянника, вернее Ну да, у его брата родился сын Племянник родился От радости, говорит, освободил, говорит, рабыню Вот каждый понедельник, говорит Аллаху Таллах С этого Абу-Лахаба И то, говорит, облегчает наказание За то, что он один раз в жизни Обрадовался рождением пророка Понимаете вы это, что такое? Какой он человек? Какой враг пророку солнцем был, да? Даже Аллаху Таллах послал суру Бисмилляху рахмамм Таббать Яда Аби-Ляхаб Именно называя его имя Вот поругая его Вот так Даже с этого раба За то, что он один раз в жизни Обрадовался с рождением пророка Снимает наказание И если му'мин Человек, который пять раз делает намаз Если он вселяет в сердце своего брата радость Как это будет? Сами посмотрите Вот поэтому Вот вы, наверное, поняли сейчас Какой хорошую вещь это радость вселят Правильно же? Но знайте Вот поставьте Если горе Страдание вселят в сердце человека Какой ужас тоже это Оттуда поймете И поэтому, дорогие братья Халица Аль-Багдады Кудис-Суруху сказал Человек, который внутри Каабы Вот внутри Каабы Прелюбодеяние совершил Этому человеку тоже Двери моего тариката открыты Но человек, который ранил сердце другого мусульмана Для него двери моего тариката закрыты Понимаете? Поэтому в этом очень осторожны мы с вами должны быть Мы порой можем такое слово выкинуть От которого человек три дня может не спать Он куверкается в постели Ничего тоже не может делать Но такое может быть Халия Ибн Улма рассказывает От Али Асхаба Каррам Аллаху Ваджаху Али Асхаб говорит Сказал Мне пророк Салаллаху Ассалам рассказал Что? Мне говорит Джабраил Ассалам рассказал И этот Джабраил говорит От Аллаху Та'ала Нету такого амала После того, когда человек исполняет Обязательный намаз Фарз Обязанности Чем Вот Вселят радость в сердце мусульмана Лучше этого говорит Аллаху Та'ала сказал Что такого амала нету Вот так говорит Сказал Это значит Пророк Салалсан так же говорит Самый любимый амал для Аллаха Это вслед в сердце мусульмана радость Снимать с него горе Или же Вот пойти И возместить за своего брата долг Например Да Значит И вот Если узнал что он голоден Пойти и накормить его И пророк Салалсан так же говорит Ман Акарра Айна Му'минин Акарра Аллаху Айна Хуямал Кияма Тот который обрадовал Глаз му'мина Аллаху Та'ала Судни день Его глаз тоже обрадует Поэтому говорит Если человек видит человека Над которым издеваются Над которым Насилие происходит Пускай говорит Старается Говорит Ему помогать Это Шафаат делает Призывает людей На помощь Говорит Друзья Так нельзя И так далее Муавет Ради Аллаху Ам Тоже расскажет Что пророк Салалсан сказал Говорит Делайте шафаат Что вы получили Порой я Говорит Хочу что-то делать Но жду Пока вы мне не поможете Чтоб вы за это Адру получили Вот так пророк Салалсан Сам тоже говорит Поскольку за это Большое вознаграждение И пророк Салалсан Говорит Чем Языка Садака Лучше садака Не бывает Вместе Нужное слово сказать Вот чем это говорит Значит садака Лучше не бывает Пускай так же Человек ходит Маслахат Между людьми делает Пускай слово говорит Что-нибудь говорит Это тоже Вот это тоже говорит Самый хороший садака Говорит Пророк Салалсан сказал Делайте маслахат Аллаху Таалла Между муминами Судный день даже Аллах сам маслахат делает Мирит людей Значит Значит И так же Пророк Салалсан сказал Когда говорит Человек между двумя людьми Маслахат делает И там обманное скажет Например Это говорит Не обманщик Потому что Например Вот Когда два харама Перед нами Например да Когда перед нами Большой харам Но чтобы этот Большой харам Закрывать Мы используем Маленький харам Это уже не защитывается Понимаете А это фитна между людьми Это хуже этого нету Аллаху Таалла Коране говорит Бусим Ла Рахман Рахим Валь фитна Ашадду Минал Катли Фитна это хуже Чем убийство Говорит Аллаху Таалла И поэтому Убийство же Это самый большой грех Правильно же И хуже этого И фитна тоже Понимаете Вот это фитна Закрывать Который используется Обман такой Да Это в счет не берется Пускай человек Старается очистить Например Совесть Честь Пускай человек Отстаивает вернее Честь своего брата Брат это не означает Например Мы заключили Наклейки на сердце Как это Наколки друг другу сделали Тима Хамад сегодня И Амар Не так братство Муэмин Муслим Вот наши братья Которые Одну религию Один намаз В одну сторону Которую молятся люди Вот эти наши братья И когда перед нами О этом брате говорит Пусть скажет Слушай друг Не говори об этом Он не такой Как ты думаешь Может университ На это объяснение Я помню Где-то 7 лет тому назад У меня Ну По своей глупости Как говорится Где-то говорил И это шел Мы же говорим Про хакимов Про руководителя И так далее Один хороший брат Сказал Слушай Ты вот то что Он сейчас сказал Ну мы там Слова бывают Очень резкие Которые изо рта выходят Ты это перед этим хакимом Сказал бы Я говорю Нет конечно Он говорит Тогда тебе нельзя Это сказать Это лицемерие Я до сих пор Это не забываю Которые он говорил Понимаете Вот если мы отвыкнем От того что Кто бы далек не был От них Вот говорит Мы отвыкнем Уже от друзей От своих кругов Конечно Тем более Мы не будем говорить Она рассказывает Ради Аллаху Рассказывает Тот человек Говорит Если Резли с рядом Каким-то человеком Говорит Кого-то О ком-то Нехорошо Говорят И он говорит Поможет этому человеку Аллаху И в Дуняре И в Ахряте Этому человеку Поможет Так же Про хакимов Рассказывает Если человек Отстоял Честь мусульмана Говорит Аллаху Сохранит От адского огня Его Джабри И Абут Алхат Ради Аллаху Тоже передают Что мы слышали Как православство Говорил Когда говорит Мусульманин Защищает честь Мусульмана Говорит И так далее Аллаху Таалла Ему говорит Поможет там Где он Захотел бы Чтобы ему помогли А если Человек Просто Когда Честь Му'мина Жуют там Вовсю там Критикуют А он Слово не говорит Именно Когда ему Нужна помощь Вот тогда Аллаху Таалла Его тоже Бросит Говорит Дальше Говорится Что в суд И день Перед всем Народом Аллаху Таалла Его тоже Говорит Опозорит И пускай Человек Не думает Что там Я не был доволен Там Я просто Не говорил Нет Он говорит Стоя Ребята Так нельзя Громко Должен Говорит Это сказать Если даже Человек Своими глазами Давай Не скажем Что-то Такие вещи Сделать Это тоже Говорит Это не принимается Нужно Серьезно Громко Как положено Сказать Он не такой Не говорите Такой Хадис Так же Сказано Сами Любимый из людей Аллаху Тот человек Который Больше людям Приносит Пользы И говорит Прощает От их Грехов Интересный Момент Посмотрите Анас Радия Аллаху Рассказывает Когда Мы были С пророком Вдруг Пророк Улыбнулся Улыбнулся Так Когда У него Четвертую Зубу Заметили Пророк Конечно Как Мы с вами Род Не смеялись Тогда У них Бывала Улыбка И Видели Так Редко Была На лекция Пророка Улыбка Что Когда Пророк Улыбнулся Они Четвертый Зуб Когда Заметили Это Был Для них Уже Рассказ Четвертый Зуб Посмевался Видите Значит Улыбнулся Тогда Говорит Вот Рассказал Я Расул Аллах Пусть Говорит Вместо Тебя Говорит Чтоб Ты Остался Жив Говорит А мои Родители Ушли Что Говорит Заставил Тебя Посмеяться Говорит Просто Сам Сказал Два Человека Из Моей Уммы Которые Сели Перед Аллахом Один Говорит Другой Один Говорит Аллаху Возьми Говорит С этого Человека То Что Он Мне В Дуняле Сделал Зум Зарал Например Обидел Ударил И так далее Говорит Тогда Говорит Тот Человек Говорит Тогда Аллаху Таала Этому Человеку Говорит Давай Раз Ты Дуняле Его Обидел Здесь Давай Ему То Что Нужно Давать А Этот Человек Говорит Я Рабби От Моих Хороших Дел Ничего Не Осталось Говорит Тогда Говорит Тот Говорит Я Рабби Тогда Пускай Если Нечего Мне Дават Пускай Он Мои Грехи Говорит Пускай Берет На Себя Тогда У Пророка Саллаху Уже Пошли Говорит Слезы И Он Заплакал И После Этого Сказал Этот День Очень Большой День Очень Большой Очень Тяжелый День Который Людям Необходимо Иметь Таких Людей Чтоб С них Эти Мешки Грехов Таскали Кто Тоже Должен Их Таскать Размех Натворили Тогда Аллаху Та'ала Потерпевшему Говорит Подними Глаза И Он Видит Говорит Он Там Видит Я Аллах Я Вижу Там Города Дворцы Говорит Из Золота Серебра Говорит Там Ну Украшенные Всякими Жемчугами Драгоценными Камнями Какому Пророку Это Какому Сиддиху Это Значит Какому Шахиду На котором Нагазовате Умер Это Вот Так Начинает Кричать Этот Который Дуняли Потерпел Вот Этот Зум Тогда Аллах Говорит Это Тому Кто Купит Кто За него Заплатит Еще Неопределен Лен Тогда Сказал Этот Человек Я Раби Кто Может Им Такие Деньги Чтобы За него Заплатить Аллах Скажет Ты Можешь А Что Это Я Раб Ты Прости Своего Брата Если Прости Вот Эти Дворцы Твои Тогда Он Сказал Я Раб Я Прощаю Его Тогда Аллах Так Возьмите За руку Своего Брата И Пойдите Аллах Судный День Тоже Делает Маслахат Между Людми Которые Так Меня Оборот Габей Нижний Почка Открыта Вот У нас Как Бывает А Там Нет Это Интересный Момент А Оказывается Человек Приводит Судный День Точно Такая Ситуация Которая Картина Значит Приходит Человек И Говорит Он Мне Зулму Сделал Возьми С него Вот То Что Мне Нужно А Тогда Аллах Скажет Ему Ты Простил Его Тогда Этот Человек Как Простил Я Аллах Как Простил Его Но Он Не Простил Его Вроде Так Получается Да Но Аллах Говорит Ты Простил Его Тогда Он Говорит Как Я Ты В Дуня Дуа Делал Аллах Прости Грехи Муамина Муамина Ты Это Дуа Делал Он Говорит Да Тогда Говорит Я Принимаю Дуа И Оба Говорит И Он Тоже Туда Войдет Или Я Отказываю И Ты Тоже Туда Входишь Если Я Принимаю Муамина Муамина Всем Принимаю Если Отказываю То Ты Тоже Попадаешь Там Ты Тоже Тогда Принимаю Говорит Он Куда С подводной Вот Кем Удеться Да Я Аллах Принимаю Говорит Видите Как Дорогие Братья Вот Так Говорит Аллах Между Людмей Масса Делает И Вот Когда Человек Говорит Человеку Зло Делает Пускай Он Старается Простить Чем Больше Зло Музел Пускай Старается Это Конечно В том Многие Люди Например Свой Обраста Мужской Они Вещи Путают Оба Эти Оба Путают Здесь Имеется Ввиду Если Короче Говорим Мы Видим Что Наш Огород Чужего Барашка Залез Бетут Его Там Раз Наручники Там Твою Траву Столько Покушал Не так Будем Делать Пусть Кушает Пусть Кушает Вот Такое Положение Вот Смотри Какой Интересный Момент Абузар Это Известный Хадис Который Передает Асхаб Его Раб Приходит К нему И он Говорит Барану Поломал Ногу С Поломан Ногой Бараном Он Приходит Абузар Спрашивает Кто Поломал Ногу Этой Барашки Раб Говорит Я Поломал Он Говорит Почему Ты Это Сделал Хотел И Сделал Зачем Ты Хотел Это Сделал Говорит Он Чтоб Тебя Разозлить Говорит Чтоб Ты Меня Ударил Говорит Он И Чтоб Ты Под Грех Попал Такой Злой Раб Чтоб Ты Ударил И Чтоб Ты Под Грех Попал Значит Да Вот Какая У него Стратегия Мощная Значит Абузар Нет Говорит Я Лучше Заставлю Разозлиться Того Который Тебя Это Дело Заставил И Говорит Освободил Раба Понимаете Да Вот Они Вот Аллах Нам Сказал Поистине Шайтан Вам враг Держите Его врагом Он же Виновник Подлец Да Его Держите Виновником Если Кто Например Там Задел Нас Это Не Ангел Его Заставил Этого Делать Правильно Внушил Шайтан Сделал Занес Между Ним Так Разлишь Говорит Его Значит Суфян Ради Аллах Он тоже Говорит Добро Это Еще Не Означает Когда Кто Тебе Добро Делает Что Ты Ему Сделал Это И Базар Бывает Такое Человек Дает Деньги Ему Дает Арбуз Да Это Базар Тоже Добро Это Когда Нам Зло Делает А Тогда Мы В ответ Добро Делаем Вот Это Добро И Вот Если Между Ним Какие Данно Вот Это Мы Слышим Что Про 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 Это Пускай Старается Говорит Значит Вот О Человеке Говорит Хороший Думает Говорит Потому Что Когда Человек Плохо Думает Это Тоже Говорит Обман И И И Салам Видит Человека Который Ну Натурально Который Ворует И Салам Говорит Ты Воруешь Тот Вор Говорит Нет Клянусь Аллахом Который Никого Нет Не Ворую Говорит И И Салам Видит Он Ворует Он Так Клялся И Салам Сказал Я Верю В Аллаха И Мои Глаза Обманывают И Ушел Дальше Тому Слову Которое Он Говорит Нет Он Не Сказал Клялся Человек Если У него Хотел Смело Кляться Ну Дальше Понимаете Даже Был Такой Момент Это Кто-то Мне Рассказал Может Вы Это Здесь Рассказали Вот Когда Школу Ученик Опоздал Говорит Вот И Вот Он Почему Опоздал Спрашивает Он Какое-то Оправдание Там Он Хорошо Садись А Другой Говорит Он Живред Почему Ты Ему Веришь Он Сказал Говорит Лучше Быть Обманутым Чем Обидеть Человек И вот Человек Пускай Если Кто-то Кому-то Что-то Дал Пускай Этому Хасад Не Делает Хасад Это Зависть Пускай Не Завидует Тому Что Аллах Если Человеку Тело Дал Красоту Дал Здоровье Дал Богатство Дал Рильму Дал Богобоязненность Дал Уважение Сределью Дал Пускай Этому Человек Не Завидует Потому Что Если Человек Захочет Чтобы Это Ушел И Хиля Придумает Это От него Только Он Будет Страдать Первая Ошибка Грех Который Случился Это Хасад Иблиса Адам Весь Что Случилось От этого Начался Пророк Так же Сказал У Ни'мата Аллаха Есть Враги Враги Значит Вот Тогда Говорит Какие же Враги Говорит У Ни'мата Аллаха Ни'мата Это Завидует Этому Который Аллах Кому-то Когда Милост Даст Завидует Вот Это Враги Ни'мата Аллах Пророк Шалсам Так же Сказал Шесть Людей Есть Которые В ад Заходят Без Допроса До Допроса Еще Тогда Сподвижники Спросили Я Русулла Кто Ж Эти Люди Пророк Посчитал Это Амиры Насильники Зума Которые Думят Делают Правители Значит Которые Обвешивают Вот Эти Таргаши И Среди Них Почтал Алими Которые Друг Другу Зависть Вот Это Имеет Вы Наверное Все Уже Помните Историю Которую Мы Здесь Рассказывали Про Одного Человека Который Становился Перед Правителем И Говорил Делай Добро Король Тому Который Тебе Добро Делай А плохой Говорит Плохому Плохой Не делай Потому Что Аллах Сам С ним Поступит Слышали Это Или Рассказать Хорошо Расскажу Раз записывается И так Один человек Был такой Но У нас Например Вот Мы Махачкали Живем Не у Каждого Человека Там Которые Большие Кресла Теплые Широкие Кресла Занимают К ним Не у Каждого Бывает Доступ Правильно Там Специальные Люди У кого Отношения Наладились У кого Там Документы Что-то Есть У них Есть Подпуск И вот Такой же Был Король Но К нему Вообще Посторонний Человек Имел Такой Доступ Видимо Между Ними Такое Отношение Наладились И он Просто Заходил Там Для него Ждать Секретар Такого Не было Он Заходил И Когда Перед Королем Становится Раньше Адад был Такой Все Какой-то Дуа Сделали А этот Человек Говорил Так Значит Делай Добро Тому Который Добро Делает А если Вот Кто-то Тебе Зло Делает Ему Зло Не Делай Потому Что Аллах Сам Ответит За Зло И Вот Один Из Вазиров Этого Короля Завидел Этому Человеку Говорил Что он Такой Почему Он Должен Пройти Королю Почему Он Не Ждет Как Други Люди Записывается Очередь А что Он Должен Так Поступить Начал Зависть Играть И Он Говорит Не Дам Я Ему Туда Заходить И Начал Королю На него Стучат И Говорит Вот Этот Человек Говорит Что Из твоего Рта Воняет Нехороший Запах Исходит Король Говорит Как Это Может Быть Как Он Мог Я Мог Там Что Хочешь Мог Просить Любое Среди Людей Говорит Такой Хабар Он Распространяет Хочешь Говорит Когда Придет Посмотри Обрати На него Внимание Очередной Раз Когда Он Хотел Королю Зайдем Сюда Посадил Чесноком Который Еда Есть Чеснок Накормил Его Уже Изо Рта Чеснок Человек Кушает Нехороший Запах Бывает И После этого Запустил Королю Король Послушал От него То Что Ответ Как Болосами Его Накажет И Вот Королю Сказал А ну Подойди Поближе Он Когда Начал Подойти Чтобы Король Изо Нехороший Чеснок Запах Не Почувствовал Он Закрыл Вот Так И Подошел И Король Подумал Что На самом Думает Что Моего Рта Плохо Он Подумал Что Он Нож Держит Чтобы Не Почувствовал Тут Король Разрозился И Написал Письмо А он Раньше Письма Не Писал Так Он Кому Поручал Пиши Там Писер Был Специальный А тут Король Сам Зел Когда Этот Человек Придет К тебе Повеси Письмо Повеси Сними Шкуру Заполни Эту Шкуру Соломой И Чучело Принеси Ко мне Пописал Закрыл Иди К Отнеси Это Письмо Хорошо Ничего Не Подозревает Закрыл Письмо Идет Дальше В это Время Авазир Ждет Хрыж И Ну что Произошло Я не знаю Письмо Передал Чтоб Полочь Отнести А он Думает Сейчас Соскочит Он Убежит Куда Нибудь Он Не Знает В чем Дело Он Может Я Хочешь Я Понесу Разницы Нету На Отдал Ему Письмо А там Видимо Указано Не было Имя Человек Сказал Когда этот Человек Принесет К тебе Письмо Там Так Так В таком Форме Она Та-да Полочь Открывает Здесь написано Что я Повесил И шкуру Снимал И что Там Соломой Забил Этот Чучело Твое О Аллах Надо Вернуться Обратно Королю Там Уточнить Для Письма Королева Возрешения Не бывает Тут Сняли С него Шкуру Тоже Забили Чучело Отправили Королю Раз Что-то Не тот Чучело Привезли Королю Смотрит И потом Отправили За этим Человеком Приходит Тот Человек И Говорит Знаешь Этот Человек Говорил Что Ты Про Меня Распростаешь Нехорошие Слухи Что Из Моего Рца Не так Нехорошо Запах Идет Он Говорит Как Такое Может Быть Я Никогда Такое Не Говорил Это Как Можно Так Говорить Такое Добро Ты мне Делаешь А почему Говорит Ты Это Самый Закрыл Говорит Свой Нож Говорит Этот Когда Я Сказал Подойди Поближе Тот День Как раз Он Меня Накормил Чесноком И Я Закрыл Свой Рот Тогда Королю Сказал Иди Иди Плохому Сам Аллах Ответил Иди Говорит Сказал Вот так Бывает Основным Тоже Понимаете И Поэтому Хасад Говорит Завистник Человек Где Люди Сидят Там Только Унижение Он Получает А От Ангелов Только На Получает А От Халков Только Ненависть Получает А Перед Смертью Когда Душу Забирает Только Трудность Испитывает А Когда Судья Поднимутся Там Позор Тоже Испитывает Вот Еще Говорит Пример Человека Который Завидует Представ Себе Человек Берет Камен Да И хочет Чтобы В лоб Кому-то Попасть Этим Каменем Он Стреляет В него Этот Человек В него Тоже Не Попадает Обратно В свой Глаз Попадает Он Когда Глаз Попадает Еще Злится Смотри Там Из-за Него Мой Глаз Попал Он Метится Уже В глаз Ему Он Стреляет Ему Второй Глаз Попадает Уже Два Глаза Больные Такие Синяки Он Как Злится Трижды Злой Уже Он Таким Ударом Размахом Чувствует Он Ходит Себя А тут Сзади Кидается Кидается Ему Тоже Не Попадает А сам Страдает Глаз 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 Оба Слепые Уже Глухой Немой Вот Так Жизнь У этого Завистника Проходит Понимаете Люди Живут Сам Себе Пашут Сеют Работают Зарабатывают А они Думают Почему У них Деньги Должны Почему У меня Нет Страдает Что Это Такой Правильно Жи И Вот Эти Вещи Весь Аллах Свою Жизнь В ад Превращает Если Аллах Человеку Дал Нам Какой Нибудь Халат Иштан Чтобы Аур Спрят Радуйся Этим У меня Халат Есть А у Лошады Даже Этого Нет Правильно Жи А мы Как Делаем Идем Лазим В долги Лезем Что Занимаем Просим У девушек В университетах Одежды Гардиров Большой Вот Это Наказание Лишний раз Человек На себя Берет Всякие Джинсы Одежды Причёски Вот Это Всё В таком Положении Дорогие Братья Человеку Нужно Конечно Боить И Поэтому Говорит Когда Человек Завидует Говорит И Следуя Своей Зависти Что Предпринимает От Того Что Он Предпринимает Вред Первым Сам Он Получает Пока До Человека Ошибки Происходят Какие-то Постарайтесь Их Не Замечат Шедрым Людям Желательно Это Прощат И Когда У Достойного Человека Авторитетного Такого Человека Не Бывает Такого Человека У Которых Нет Нет Ошибки Не Бывает Но Если От Эти Люди Эти Ошибки Получаются Постарайтесь Их Не Замечат Вот Так Тоже Говорится Наверное Сегодня На